Реа-новости. Подкасты. Как? Как вы? Как? Это дар такой? Как вы это? Как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться. Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь, я говорю, пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересно. Сегодня у меня в гостях великая женщина Ольга Львовна Свиблова, советский-российский искусствовед, кинорежиссер, документалист, доктор искусствоведения, профессор. Так, все, закончили. Я это ненавижу. А это был мой вопрос. Я ненавижу вот это перечисление. У меня на карточке написано «Ольга Свиблова, фанда директора в мультимедиа, арт-мюзеем». Да, мне этого достаточно. Я не люблю звания, я не люблю титры и не люблю вот эту длинную помойку. И когда я беру карточку к человеку, у которого все, что вы начали перечислять, написано, я думаю, что надо перейти на другую сторону и выйти на карантин. Поэтому поехали. Я Ольга Свиблова, директор мультимедиа, арт-музеем. И создатель его. Фанда директор это называется. Фанда директор. Друзья, я хочу сразу извиниться за то, как я звучу, потому что мы пишем в масках, мы делаем этот подкаст прямо сейчас в особых условиях в нашем городе. Ну хорошо, давайте поговорим тогда. Раз не хотите про ваши регалии. А почему вы не хотите про регалии? Ведь это же не похвала, это такая вот идентичность. Я знаю на самом деле, что вы очень... Регалии не делают идентичности. Никого из нас. А что делает идентичности? Дело. И его результаты. Есть люди, которые обожают медали и звания. В основном это мальчики. Но я девочка. Физика говорю, что спасибо тем, кто помог, спасибо тем, кто не мешал. И спасибо мужчинам за то, что вы есть. Мы вас поставим вот как бы впереди, вы будете сиять, как знамя. А если вы не будете нам мешать, мы будем работать. Это огромный кайф. Вот такая коварная позиция на самом деле. Хорошо, про фотографию. Фотография – это искусство? Это акт творчества? Или это все-таки документы? Фотография – это, конечно, искусство. И фотография, по крайней мере, значительная ее часть документов в том числе. Врать фотография может? Ну, конечно, может. Во-первых, потому что в фотографии бывала ретушь. Вот у нас сейчас висит выставка замечательного, гениального тассовца Эммануила Эвзерихина, который был звездным фотографом своего времени, который был привит, то он был русским авангардом. Он начал в 20-е годы мальчишкой, но в него вошло просто, да, через кровяные тельца вся эстетика русского авангарда. А в Тайс, когда он появился в 1934 году, и он молодой мальчик, ему 23, надо было делать уже другое. Как известно, социалистический реализм. Его как бы постановление вот это огромное, которое покрыло все – театр, музыку, балет, искусство, изобразительные в том числе. Фотография – это как бы 1932 год. С 1934 года он должен снимать жизнь такой, какой она должна была бы быть. По идее это называется постановочная фотография. Если мы смотрим на его гениальные снимки, а его парады – это просто супергениально, неважно, спортивные, военные, ну, еще и 30-е, 50-е – это время парадов, мы не показываем сейчас то, что будем показывать в проекте про войну, который стартует на нашей платформе, сейчас вынужден из карантина, из высотки запланированной в Новом Манеже. Мы переходим на нашу онлайн-прощадку, прекрасную Russian Photo, там будет война Евзерихина. То Евзерихин снимает жизнь, которую его посылает редакция снимать. И эта жизнь отстроена. Собственно, это гениальная постановка, гениального фасада советской власти. И он действительно красив, он действительно завораживает. Это когда он снимает парады, которые были любимым занятием в эпоху 30-х, 50-х, потому что вся жизнь была построена на дикую мобилизацию на войну с врагом. Вот у нас сегодня мобилизация на войне с коронавирусом. С коронавирусом. А тогда враги были внутренние, внешние, вот, но кругом были враги. Значит, люди должны были быть мобилизованы. В том числе, например, отсутствие технического прогресса было врагом, отсутствие продовольствия было врагом. Поэтому люди как бы отправляются в забои, на поля, переуполнять нормы, потому что переуполнение нормы считалось нормой, что, с моей точки зрения, или плохие нормы, или подрыв здоровья. Но так жил народ. А потом должно было быть праздник. Этот праздник, в котором каждый человек становился элементом огромной машины, очень красивого узора, который парады-то эти ставили гениальные люди. Они все изучали голливудские фильмы «Великой депрессии». Там же тоже надо было надежду, как бы, да. Срежиссировать реальность. Срежиссировать реальность. Там хэппи-энд всегда наступает прямо здесь, сейчас, в конце фильма. А у нас, как бы, этот хэппи-энд ушел вот в тот самый коммунизм, который должен был однажды все-таки прийти. И поэтому он не врет. Он снимает правду. А парады он снимает гениально, потому что ему дают лучшие точки, как гениальному фотографу. Там есть одна фотография, в которую мы не верим. И она вот точно такая, мы ее вешаем. Я думаю, господи, что это такое? Я же точно такую же фотографию вешал у Бальтерманца. Потом до меня доходит, что завод «Серп и молот», где, как бы, довольно плохо срежиссированная постановка нескольких приемников друг на другом, и рабочие завода должны сыграть скорбь по случаю смерти вождя Сталина. Надо понимать, что страна рыдала. Все рыдали, когда умер вождь, который возглавлял страну, 30 лет. Страна рыдала, потому что портреты Сталина были на улицах, на полях, на производствах, квартирах. Они выступали из воды, с ними плыли. Они были частью жизни, и воля Сталина была тем, что казалось в какой-то момент абсолютно давотом. Надо понимать, что люди в это верили. И эти же рабочие, которые выйдут сейчас из цеха, они пойдут рыдать. И моя мама рыдала. И я могла не родиться, потому что мама была на седьмом месяце. Я родилась через три месяца после смерти Сталина. То есть такое личное потрясение для нее это было? Ну как для всех людей. Просто папа не пустил, я родилась. Могла не родиться, потому что была давка на похоронах Сталина, и довольно много людей пострадали во время этой давки. Но срежиссировано плохо, потому что рабочие не заканчивали школу, студию, МХАТ. Их поставили, заставили изобразить. Вот они изображают так, что я не верю. Но это единственная фотография, где я не верю. Везде я верю. Может ли врать фотография? Ретушь у ней была. Она делалась с немероятными, я бы сказал, художественными ухищениями. Сегодня ретушь делается на компьютере, ну просто в три клика. Любым третиклассникам. Да. Но проблема в том, что ретушь фотографии, это не самое главное, все равно у нас прямая фотография, она была и она торжествует. Сегодня она переходит в облака. Вопрос, как мы это потом когда-нибудь вытащим, как историю нашей страны. Потому что все, что ушло в облако из миллиона, инстаграм, которые каждый сегодня делает, и иногда на мобильные телефоны попадают, ну просто исторические события, иногда криминалы, иногда какие-то невероятные просто подвиги. Но это все уходит в облако. Вопрос, как мы это будем искать? Потому что это уходит, я извиняюсь, не тегировано. Вот в нашей истории России фотографии, проект, который мы делаем с 97-го года, и уже три года есть этот портал, каждая фотография тегируется. То есть любое ключевое слово может помочь нам найти фотографию. То есть вы создаете архив онлайн? Да, и это очень важно. Но, конечно, фотография имеет эту документальную составляющую. И, безусловно, это искусство, потому что сам фотоаппарат – это ничто. Вы понимаете, что дюрер, который возвел прямую перспективу, уже понимаете, что мы сегодня видим вот то, что фотографии. Первый план, второй план. Сегодня, кстати, благодаря программам, которые у нас есть, можно дополнять информацию в снимках. Можно, в конце концов, это было всегда, менять резкость, менять первый, второй план. Но вот та перспектива, в которой нам кажется устроен мир, надо понимать, она условна. Вот от раннего возрождения к позднему возрождению проходит огромный путь. И дюрер, создавая свою гениальную графику, он ставит машину. Вот эта машина – это прототип фотоаппарата, которая как бы через глазок дает возможность перспективно вымерить появление первого плана, второго плана и так далее. Но если вы обратитесь к раннему возрождению, я уже не говорю к иконописи, да, вот этим знаменитым иконописным горкам, это обратная перспектива. И люди, которые привыкли когда-то видеть в обратной перспективе, они вообще прямую не понимали, когда в 20-е годы, а у нас в это время в стране очень развита социология, и в том числе социология искусства, крестьян привезли в Третьяковскую галерею, чтобы как бы слоган «Ленин и искусство принадлежит народу» получил наглядное научное доказательство. И показывают этим крестьянам Боярню Морозову, одну из моих любимых работ Сурикова. Они не понимают, где Боярня, где Саня, где народ, они не могут... Потому что они привыкли к другой перспективной системе. Потому что то, что висело в хатах крестьян, это были вот эти образа и наивное искусство, которое не имело этой прямой перспективы. Так вот, перспективы, в которых мы видим, условные. Мы к ним привыкаем, и нам кажется, что это документ. На сегодняшний день мы уже много столетий живем в мире прямой перспективы. Эта прямая перспектива лучше всего отражается на фотокамеру, которая сегодня в мобильном телефоне... В каждом смартфоне. Их иногда три, иногда четыре. И они сегодня дают нам возможность каждому сделать или не сделать гениальный снимок. Потому что все смотрят... Вот если сравнить, что все фотографы Пула снимали за вот серп и молд. Вот у Евзерихина вне резкости и передний план, и задний. А у Бальтерманца, который математик по образованию, все жестко. Снимали с одной точки. Но проблема в том, что искусство — это отношение. И вот глаз — это вынутый мозг вовне. А это уже биологическое определение. Поэтому мы все с одним и тем же смартфоном смотрим на один и тот же натюрморт. И получатся совершенно разные. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Это обесценивает фотографию как творчество, как искусство? Нет. Ну как же, у каждого... Да просто математически ты можешь сделать 50 миллионов... Послушайте, у нас миллионы режиссеров, миллионы актеров. У них у всех одинаковые дипломы. Режиссер, актер, оператор. Искусство создает меньше пикселей. Так было во все времена. Все остальные занимаются нормальной, ремесленной работой. Но кто-то даже ремесло не знает. А вот какие-то рамки эмоциональные, моральные, этические сдвинуты вот с этим потоком миллиарда фотографий? Нет. Идет накопление информации. Но мир, в котором мы живем, сегодня он другой. Труп с вывораченными кишками. И что? А вы не помните, каким образом Леонардо да Винчи отправился рисовать внутренние органы? Между прочим, в морг. Вы забыли? И не только он. И не только он. Все голландское искусство. Золотого голландского. Не все голландское искусство рисовало. Да, труп с вывернутыми кишками. Не будем утрировать. Значит, реальность бывает разной. Реальность бывает сложной. Сегодня у нас появилось гораздо больше информации. В том числе эта информация до нас доходит. И благодаря фотографии. Более того, сегодня визуальный образ, который нам транслирует фотография, он оказывается более емким, чем слова. Почему же? Ну, потому что вы пишущие журналисты, мы с вами беседуем словами. Ну, это редкость. Мы сегодня как мамонты разговариваем, потому что сегодня, посмотрите на молодое поколение, они вообще даже по телефону не говорят. Они пишут друг другу в формате Твиттера. Они наговаривают аудиосообщения. Очень маленькие, коротенькие, если вы помните. Понимаете, у них другое сознание. Поэтому сознание меняется. Это нормально. Просто в этой реальности нам надо жить и, кстати, учить людей, которых мы к этому не готовим. Искусствоведов учит до сих пор писать вот эти длинные рефераты. 20-30 страниц. Ну, что их сегодня будет читать? Сегодня не учат писать Твиттером, а надо написать так, чтобы все, что можно на 20 страниц сказать, уместилось в этот Твиттер. Но Твит будут читать, если картинка хорошая. Понимаете, поэтому Инстаграм и все форумы социальных сетей, где есть картинка, они работают. Да, сегодня видеоконтент вытесняет уже фотографию. Кстати сказать, потому что он легче проходит. Это как бы, ну, пища как каша. Ее легче переварить, чем какой-нибудь там хрящик. На фотографии нужно больше думать? Да. А вы же говорили, что просто любить достаточно. Нет, я никогда не говорила, что достаточно любить. Вот это вот. Не надо мне приписывать то, чего я никогда не говорила. Думать вообще нужно. Я вот недавно приказ издала. На работе думаем всегда. Приказ такой сделан? Да, письменный. А как вы будете проверять, что достаточно хорошо подумали? Какие там KPI у вас есть? Интуитивно. Вы знаете, мне 10 лет назад великий американский ученый, который был по иронии судьбы другом моей юности, был в Киеве биолог, который потом уехал в Германию, потом уехал в Лондон, потом уже много-много лет, он профессор американский. И при этом он человек вот как бы художественно заинтересованный. Поэтому он был даже приглашен как художник на документы. Художественно заинтересованный. Да, и не глупый совсем. Мы с ним лет 10 назад, а именно в 2009 году в Венеции, зная уже, что его позвали на документы в качестве художника, это был великий документ, когда там был два самых интересных проекта. Один вот Траховского, а другой как бы, у меня вылетела сейчас фамилия великого ученого, который доказал телепортацию Протона и получил Нобелевскую премию за это. А то, что я с ним поужинала, было гораздо важнее, чем ужинать со всеми звездами художественного мира, потому что мне было захватывающе, интересно. Понимаете, и он говорил, что сейчас американские ученые 10 лет назад изучают появление социальных сетей как зародыш коллективной нервной системы. Нервная система младенца, как вы понимаете, младенец рождается, у него ручки и ножки не координируются, и глазки, они как бы не фиксируются, но очень быстро это все развивается. Надо понимать, что муравьи или пчелы, они очень адаптивные, а мы часть биоциноза. Грета Тумберг может говорить, что она думает, потому что она еще не закончила образование, это ей еще предстоит. Но не понимать, что мы часть природы, нельзя, и не понимать, что когда-то в природе царели мамонты, динозавры, если мы дальше идем. А сегодня их просто нет, они вымершие виды. Мы вид биологический, но у нас есть сила, потому что каждый человек, он слабее медведя, бегает не так быстро, как заяц, но когда мы имеем язык, коллективный опыт, вот эту социальность, без которой нет человека, мы живем благодаря социальности. Мы побеждаем пока и думаем, что мы цари природы. Вот если мы... Вот нынешнее время, это как раз под большим вопросом ставят. Ну так надо слушать умных людей, потому что умные люди, не только художники, которые всегда предвидят видение, если они гениальны, предвидят будущее. Билл Гейтс пять лет назад предупредил, что не атомное оружие будет главной угрозой, а панэндемии. Пять лет назад он произнес свою знаменитую речь и реально много внес в борьбу с Эболой. Вот для того, чтобы понять who I am сегодня и что будет завтра, надо знать историю, потому что история это спираль. Это очень важно. Она никогда не повторяется идентично. Но спираль важна и как биологический цикл, и как исторический цикл. Поэтому в общем и целом знания, они, может быть, и умножают скорбь, но помогают нам выжить и индивидуально, и коллективно. Вот мы сейчас находимся в таком тревожном витке истории, и нашему биоцинозу, любил биоцинозу много что угрожает, и пандемия, и экономический кризис, и наверняка какие-то политические потрясения для всей мировой системы. Это, на ваш взгляд, кризисы, что нам дают? Кризис — это хорошо для искусства, для культуры, для какого-то созревания или истощают? Кризисы неизбежны. Кого-то истощают, а кого-то усиливают. У нас сейчас стоит выставка «Наши девяностые время перемены» Игоря Мухина. Она абсолютно позитивна, несмотря на то, что в ней есть несколько кадров того, что называется старшее поколение, например, бабушка, которая собирает бутылки. А я помню вот этих бабушек, дедушек, которые собирали бутылки и жили имя в девяностые. Мы все в девяностые были в ужасе и страхе. Я очень хорошо помню. А мы в страхе были? Вы боялись-то, как сейчас? Я боялась. Я честно говорю, я и сейчас боюсь. И периодически приходит состояние паньки. А вы чего боитесь сейчас? Как всякий человек, мы боимся того, чего мы не знаем. Но при этом надо понимать, что одновременно ты мобилизован, потому что ты понимаешь, что кризисы неизбежны, ошибки неизбежны. Но умный человек, встав на грабли, второй раз постарается эту же ошибку не делать. Если от него что-то зависит. Вы знаете, мысль о том, что жизнь зависит от кого-то, она мне не близка. Потому что думать, что за нас кто-то решит, сделает нам все приказы, которые еще никто не выполняет. Быть умным, например. Да, быть умным, например, думать. Ну, это надо же быть все-таки ну, совсем вне реальности. Быть в реальности правильно. Ставить диагноз на ранней стадии правильно. Я знала, что будет кризис 91-го года. Я знала, что будет пуча. Я его пообещала в 91-м году в World Economic Forum в феврале. На самом деле, не нарочно. Я рассказывала об искусстве. Мне велено было рассказывать о современном русском искусстве. Я о нем рассказываю. Передо мной сидит 300 человек. Я вообще не понимала, что такое этот World Economic Forum. Это моя одна из любимых книг. Мне говорят, да нет, это бункер, там решают экономическую, политическую стратегию мира. Надо понимать, что первая газета, которую я стал читать в жизни, и подсела на новости. А я до этого подтрунивал над папой, который газеты читал. Это был коммерсант, и начала его читать в 92-м году. Что такое экономическая или политическая стратегия, я плохо знал. А как вас миновала правда, комсомольская правда, известие? Просто, показательно. Я за это время читал другие книги. Понимаете, миновала легко. И я читаю, рассказываю, показываю слайды. Мне говорят, а что вы ждете от России? А мне путь приснился накануне. Да ладно. Очень как-то так, я бы сказала, в тумане, на самом деле. Но приснился. А я готовилась как раз к этому спичу. Слово путь вам приснилось? Я говорю, путь. Да, мне приснилось слово, но очень как бы, ну не совсем в тех контурах, в которых это произошло. Но неважно, приснилось. Я понимала, что он будет. Я говорю, путь. Мне говорят, когда? Ну люди приличные, они не крутят пальцем у виска. Но я понимаю, что они все так думают. Стоит какая-то девочка, она очень как бы слабеньком английском что-то излагает им. Я говорю, до осени. Понимаете, это была страшная вещь, потому что я иногда брякаю слова, а потом за них надо отвечать. Но я привыкла отвечать. Вот понятие ответственности, это как бы, видимо, мне как-то с детства привили. И в семье, и в школе прекрасно. Но я ответственный за это. Все решили, что я ку-ку. Зато делегация британского парламента, она меня пригласила на бизнес-ланч. Я гордая, потому что... За подробностями, видимо. Я уже как бы понимала, что у всех приличных людей есть бизнес-ланч. Значит, меня покормили вкусно. На десерт мне говорят «Open your secret sources». Я говорю «Чего?» Мне говорят, у вас кто работает в органах? Папа, муж, бойфренд. Вы откуда знаете, что путь будет до осени? Я говорю «Я вам слайды показывала». Это очень серьезно. А что было на слайдах? На слайдах было все искусство восьмидесятых, вот где-то с середины восьмидесятых до вот девяносто первого года, потому что это был расцвет на волне перестройки в Скотино, Фурманном, везде. Да, тонны художественной продукции производятся. И в этой тонне были имиджи, на которые, если ты смотрел, потому что вопрос, во-первых, что это должен быть все-таки большой художник, а во-вторых, человек, который на это смотрит, должен читать, что там есть. Вот там как бы было что-то, потому что я же газеты не читала и в стратегических институтах не работала по разработке стратегии. До 50-го или до 30-го года. Нет, было очевидно, что будет. И до сих пор я люблю искусство, и в том числе современное, потому что оно показывает тебе, оно как телескоп, направленный в будущее, оно показывает, к чему готовиться. Подготовиться можно к всему, и прекрасному, и ужасному. Но желательно, как больному, узнать свой диагноз на ранней стадии, тогда практически все болезни, они излечимы. Самое тупое, это прятать голову под крыло, как страус, запрятал голову, и типа я не вижу, не слышу и не рассказываю, и не хочу понимать. Потому что бояться будущего, это самая непродуктивная позиция. К нему надо просто готовиться. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. В результате, пообещав путь, и чувствуя за это ответственность, ну, как бы британцы потеряли ко мне весь интерес, когда они узнали, что я же вам слайды показывал, и сказала я, я поехала в Женеву, потому что она была близка от Давос. Написал сценарий за ночь, сказала, что вот надо делать фильм про то, что сейчас все изменится, и по крайней мере художники от нам показывают, мы должны сделать такой фильм. Черный квадрат имел оглушительный успех, и пресс в Каннах, и все, и показывался на всех каналах. Вот там мне напрямую сказали, что я псих, но так как они показывали черный квадрат несколько раз, вот так на всякий случай они мне кидают 6 тысяч долларов. То, что называется пре-ашат, предпокупка. Значит, до этого... В прямом смысле кидают? Наличными? Наличными. Я их привезла в Москву и меняла во всех вот тогда официально. Но это же сумасшедшие деньги были. Нет, это были никакие деньги, и со мной никто не захотел работать на эти деньги. И я меняла их вот в этих открытых на каждом шагу киосках по обмену валют, которые были на каждой улице, на каждом углу. При этом я отказалась от предложения Вольского. Потому что Аркадий Вольский тогда возглавлял нашу делегацию в World Economic Forum. И я ему понравилась. И ему понравились художники, потому что мы там еще делали проект художественный. Он нас собрал, сказал, что вам нужно. Я говорю, я не знаю. Говорит, деньги нужны? Я говорю, я не знаю. Потому что надо понимать, что мы 31 декабря 90-го года жгли деньги. У нас не было ничего. Мы были голые, как церковные мыши. Я 6 лет работала дворником. Давайте мы напомним, почему деньги жгли. А жгли мы их очень просто. И даже вошел фильм в поисках счастливого конца. Мы взяли такое железное блюдо. И на него скинули, что нашли в карманах. Потому что был обмен. Нет, не поэтому. Просто мы уже ездили. Там с 88-го года все-таки искусство было первой культурной дипломатии. Искусство – это великая культурная дипломатия. Ну и нам давали. Ну и я помню, что у меня был как раз бюджет всегда на один банан и два яблока. Вот это был мой. Вот видите, я так и не приобрела веса. Да, вы лучшие. Да, до сих пор. То есть это был перформанс какой? Да никакой не перформанс. Мы посидели и придумали проект искусства конца века. А мы никак не могли согласиться. Мы же все-таки дети советской системы. Вот, говорите, советский искусствовед. Я была в Советском Союзе, но на обочине. Мы были андеграундом. Мы никогда не сражались с системой, потому что для того, чтобы быть активистом, надо быть человеком политически как бы, да, ангажированным. Чего было бороться с системой, когда анекдоты были? Ну, Брежневская система. Это анекдоты. Мы их рассказывали. Они ходили. Мы делом занимались. Понимаете, делом. Потому что были прекрасные поэты, которые писали стихи. И я, первое, о чем я пишу, это литература. Были художники чудесные, которым надо было как-то помогать, потому что у меня есть инстинкт, у каждого свой дар. Если мне что-то нравится, я хочу этим поделиться. Я писал статьи свои. Были диссиденты, они занимались политикой. Мы понимали, что страна, в которой мы живем, там не все в порядке. Ну, кто этого не понимает? Во время Юлия Цезаря тоже не все были согласны. Но не надо, да, детям, которые не закончили школу, лучше ходить им на уроки, чем как бы учить людей, как решить проблему климатическому изменению. Потому что это должны делать профессионалы. Так вот, если закончить всю эту историю с Путчем, Вольский все-таки сказал, что он нам даст деньги. Мы жгли деньги, чтобы доказать, что у искусства, а у нас было там у кого-то 3 рубля, у кого-то 2 франка, у кого-то 2 доллара. Да, вот мы это сложили и зажгли. Чтобы доказать, что у искусства и рынка, и это была глубокая ошибка, нет совпадения цены и ценности. Я до сих пор так думаю. Я думаю, что они где-то совпадают. Это объективный маркер. Без рынка не бывает. Ни экономики, ни искусства. Но мы же пришли из мира, где не было рынка, а в 90-м году мы уже понимали, что он есть. И это было странно. И мы не были участниками рынка, потому что тот, кто умеет продавать, должен продавать. Это дар. Хороший галерист, это бизнес. Я хороший директор музея, я лучше покупаю, чем продаю. Мне не нравится продавать. Я не пою, я танцую. Поймите, я хорошо танцую, но с моим голосом трудно представить, что я буду петь. Значит, над каждым делать свое дело. Вот мы тогда сожгли эти деньги, а мы не так много сожгли. У нас просто ничего не было, и мы привыкли без них жить. И тут нам дают деньги. Я говорю, это вроде не нужны. А мне говорят, нет, вот мы вам соберем деньги. И Вольский велел всем членам этой делегации, там была Алиса, там был Владислав, там и тут что, собрать мне деньги. Мне дали домашние телефоны, я должна приехать и забрать миллион рублей. Я через 4 года поняла, что миллион рублей был чуть больше миллиона долларов. И подумала, я вообще не понимаю, зачем собирать деньги. Я вообще не понимаю, не знаю этих людей. У меня как бы стресс временной, потому что мы в феврале, а до осени должен быть путь. Поэтому я пошла, чтобы сделать фильм и показать это время перелома. Возвращаюсь я домой с этими деньгами, кино уже перестроилось, там продюсеры. Я говорю, мне надо 52 минуты, это я уже понимал. И у меня есть 6 тысяч. А мне все продюсеры говорят, а нам надо 20. 52 минуты, это 20. У меня нет 20. У меня нет времени. У меня нет времени даже к дядькам идти, которые, по идее, должны помочь. Им велено. Я научился быть продюсером. И до сих пор знаю, что можно с огромными деньгами не сделать ничего, и можно вот за эти копейки сделать все. До сих пор я встречаюсь с людьми, которых я тогда находила, чтобы делать монтажи, чтобы брать камеру операторов. Да, все это я научился это все делать. И они говорят, слушай, ты была первая, которая нам платила. Я платила чуть-чуть, но я платила. И фильм был сделан. Мы уже начинаем монтаж. У меня в синописе путь. Он не наступает. Я нервничаю, потому что я не привыкла обманывать. И у меня съемка последняя 18 августа на Красной площади с Владиком Монро, нашим замечательным художником, который, к сожалению, этот свет покинул несколько лет назад. Я уже два раза платила ему билет. Ленинград, Москва. Мы еще в Ленинграде. А он не приезжал. Он не самый былорганизованный человек. Я нервничаю. Он приедет, не приедет. У меня камера под кроватью. Я открываю. Алло. Да. Ольга Львовна. Да. Здрасте. Дмитрий Дулов, продюсер телекомпании Вико беспокоит по поводу проекта... Дим, 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 Дим. Вы мне сейчас напишите смс-ку. Я даю интервью, я закончу и вам тут же вернусь. Хорошо, конечно. Спасибо. И я как бы открываю окно в 6 утра. Мне звонит папа. Вот прям... Ну, там-то раннее утро. Он говорит, путь начался. Я открываю окно, и я живу в доме. Тогда гость телерадио, это на Новокузнецкой. Пятницкая. И понимаю, что танки видны из окна. И это было прекрасно. И звонит Владик, он говорит, я приехал... Почему, что это было прекрасно? А у меня камера была под кроватью. А ты попробуй в день путь камеру достанет. В то время бы таком стоил деньги, которые были больше жизни. И Владик звонит. Я говорю, приехал в Москву, но у вас путь, я поехал в Ленинград. Я думаю, так, Владик уехал, перфоменции не будет. Я пошла с оператором на Красную площадь, и утром мы там были только с японскими журналистами. А потом вечером мы оказались на баррикадах около Белого дома. А я не знала, что такое Белый дом. Не знала. Я знала, что он есть. Есть дом правительства. Я же вам говорю, я с 92-го года газеты читаю. Но там собрались все. Энергетика туда привела, и мы смеялись, у нас ночной клуб. Я снимал на баррикадах, и фильм вышел. Все, как обещала. В сентябре приехала с фильмом. Понимаете? То есть... Фантастика. Я его ждала. Но я ждала кризис 2008-го. Мы его пережили. Я ждала кризис, как и все нормальные люди. Что он вот должен так или иначе прийти. Коронавирус я точно не ждала. Но Белгейт знал. На ваш вопрос, кризис это как бы... Это что? Это то, что убирает у нас силы? Разрушает или созидает? Нет, я думаю, что кризис кого-то разрушает, кто допустил. Потому что это называется каприз и раскукстились. Это нехорошо всегда. Так вот тогда, в 91-м, почему мы заговорили? Я снимаю путь, и денег у меня нет. Как вы понимаете, сесть на такси нельзя, потому что мы в режиме жесткой экономии. Я сажусь в метро, я еду перезаряжать кассеты. И в метро люди говорят, что пучистые поехали сдаваться в Крым-Горбачеву. Опа-на. Вот в этот момент я испугалась. Гораздо больше, чем когда я шла с камерой. А вы о чем подумали, что вас напугало? Я испугалась того, что наступит новая жизнь. Вот это я понимала. Я не знаю, как в ней жить. Я не понимаю. Вот когда я шла с камеры снимать, я была готова, что побьют камеру, что меня... Но вы знали, что делать. Заберут в тюрьму, понимаете? Но мы все знали, как жить в тюрьме. Мы читали книжки Надежды Мандельштам, Гинсбург и так далее. Вот к этому мы были готовы. Я еще позвонила мужу. Мы уже были сепаратны, но все-таки общий ребенок. И я ему сказала, слушай, если со мной что-то случится, ты позаботишься о ребенке? Я понимала, что я готова к опасности. Ты знаешь, ты как бы думаешь, а как вот организовать наилучшим путем, чтобы хотя бы ребенок остался жив. Но к тому, что наступит новая жизнь, в которой деньги будут уже не игрой, не иронией, не тем, о чем слагались поэмы, гениальная поэма Алексея Парщикова, деньги, да гениальный рок-песни, на эту тему, гениальные работы там, художников Фурманова, которые изображают. Я извиняюсь, но уже был проект новых украинских денег художника Олега Тистола. А поймите, что представить себе новые украинские деньги в Советском Союзе. У меня до сих пор есть одна из работ из этой серии. Дома висит. Художники много чувствуют. Это фигура интуиции. Вот фигура интуиции, великая вещь, но интуиция, это всегда мозговая работа, потому что просто чувствовать мало. Надо думать и чувствовать. Поэтому кризис 90-х, мы говорим, что у нас сейчас висит гениальный проект Игоря Мухина, наши 90-е, он абсолютно светлый. Там главные герои влюбленные, которые прижимаются друг к другу и смотрят куда-то вверх, вперед. Потому что было очень важно прижаться друг к другу, пережить и не развалиться. Кто-то выжил, кто-то нет. Время было тяжелым, оно для разных людей закончилось по-разному. Но тот мир, в котором мы живем сегодня, он лучше. У нас есть банки, у нас есть магазины. Кто-то помнит, что было в магазинах того времени? Я помню. Минеральная вода, подмершая свекла, березовый сок. И подгнившая, ну и березовый сок был еще, и подгнившая картошка. И добыть 100 грамм масла, это был такой праздник, вообще в этом мире было даже легко, потому что добыл 100 грамм масла, это огромный праздник. Ну а что, мы заслужили того, чтобы откатиться вот туда, в подгнившую картошку и березовый сок? Нет, так мы не откатимся. А что будет? Жить, и она победит. Красиво. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Вы отличный менеджер. И то, как вы рассуждаете, и как вы вспоминаете, такое подтверждает не случайность того успеха, который я сейчас признан всем. Но вообще есть такая профессия культурный менеджер? Нет. Или это все-таки? Нет. Что это? Это стечение обстоятельств? Нет, я вам просто хочу сказать, есть слово, которым я ругаюсь. Какое? Менеджер. Менеджер? Да. Это что, это бессмысленность какая-то? Нет, это когда человек думает, что он может организовать то, чего он не знает. Он как бы, по идее, носитель знаний по организации. А я глубоко уверена, что счастье в деталях. И нельзя организовать то, чего ты не понимаешь. Я, может быть, и менеджер, как вы меня обозвали, но я в выставке, в музее, все-таки складываю своими руками. Вот у меня сейчас есть замечательный чиф Куррейта. Но это появилось не так давно, это 6 лет назад до этого. Я просто только все своими руками делала, но вы хотя бы найдите одну экспозицию, куда я не вышла, которую я до этого не продумала, не выбрала. Сначала надо выбрать, потом продумать, отобрать произведение, написать тексты, понять, как застроить пространство, как это все развести, чтобы я лишился удовольствия работать в поле, чтобы я лишился удовольствия Этими ручками, да, по ночам. А это же сейчас очень непопулярно, вы знаете? Ну, может, непопулярно, но мне представляют... Что руководитель должен делегировать, а не ручками рыться. Я делегирую там, где могу. И то, что считаю нужным, я делегирую. А как вы в себе вот сохраняете вот это... Терпеть не могу слово женственность, почему-то, но я бы сказала бы женскость какую-то. Вот как вы вот эту девочку в себе, и зачем вы ее сохраняете? Она просто, она помогает вам, не знаю, манипулировать каким-то образом. Вам так комфортнее вот в этой роли? Или это просто настолько ваше естество, и у вас есть такая вот привилегия, не отказываться? Хочу и буду девочкой. Слушайте... Ходите ко мне, серьезные дядьки, я буду девочкой. Вы знаете, во-первых, я все-таки родилась женщиной, и пока не собираюсь менять свою гендерную идентичность, скажем это так. Да? Мне она никогда не мешала, при том, что я с детства дружила с мальчишками, лазила по всем заборам и играла с ними в войнушку. И у меня всегда было много друзей мальчиков, гораздо больше. У меня в жизни было, ну, может быть, две подруги. И работаю я комфортно с женщинами, прекрасно. Я вообще считаю, что с женщинами договориться проще всего. Они ответственные. Но мне никогда не мешало то, что я девочка. Вот никогда в жизни. Ни в работе, ни в юности. Я не люблю компанию Метту. Я вообще не люблю компанию. А расскажите мне, почему вы не любите компанию? Ну, я не люблю вообще компанию, потому что компания всегда выбрасывает ребенка. Это к вопросу о менеджере, понимаете? Руководить можно и нужно. Нужно делегировать. Я, например, знаю, что в школе Родченко два замечательных директора. Лена Лунгина и Ира Успенская. Я придумала школу Родченко. Я понимала, что она нужна. Договаривались я к вам сейчас вернусь, Долгополов. Напишите мне, как вас зовут. У меня нет вашего имени. Я закончу одно интервью и тут же запишу вам все, Солнце. Все, понял. Сейчас скину. Спасибо. Значит, я понимала, что нам нужно учебное заведение для художников. Ну и мы сегодня гордимся. У нас все-таки звание лучшей арт-институции в области художественного образования Центральной и Восточной Европы. И мы его удерживаем. Вот уже. Я придумала школу. Но чтобы придумать, надо посмотреть, как это работает в мире. Я объехала все школы, где учат вообще художественному образованию, где учат конкретно фотографии в Америке, в Центральной Европе, в Северной Европе, во всей, которой можно. Дальше я подумала, что любую модель надо привить на свою почву, естественно, с изменениями. Потому что если ты возьмешь что-то вот просто так, возьмешь тропическое растение и пересадишь вот, да, в свой московский полисадник, но оно не прорастет. Подгадуну надо было найти директоров. Я знала Лену Лунгину долго. Знакомый я, думаю, больше 36 лет. Это я просто по ребенку смотрю, да. Значит, мы познакомились до его рождения. Я знала, что она умница. У меня был какой-то опыт с ней работы в Париже. Но я знала, что у нее есть Павел Лундин. И что она гениальная жена. И это как бы не один ребенок, а это вот как бы Польша. То есть себе не принадлежала она вот ваша концепция? Нет, она и не будет. Никогда. Потому что Паша будет все равно главным делом жизни. И я это понимала. Дальше я незадолго до этого познакомилась с Ирой Успенской, у которой был уже маленький ребенок, только что родился второй. Значит, я понимала, что они разные. Одна отличная мать, а другая замечательная жена. Значит, в отдельности никто из них не возьмет школу, потому что школой, которая часть музея, как музеем надо жить. Я сказала, вы будете обе руководить. Мне спросили, а кто главный? Я сказала, вы обе. Вот они сегодня лучшие друзья. Они 15 лет руководят школой. И не ходят к вам? Гениально. Нет, они ходят, когда форс-мажор, раз в несколько лет я не лезу. Иногда, когда нужен совет, я его даю. Но когда нужно делать ремонт, вот это я беру на себя. Они, безусловно, помогают, но вот это уже ад. И ад – это то, во что я не могу погрузить людей, у которых учебный процесс, который, мягко говоря, не сладкий, который сейчас как раз перешел на онлайн. И когда нужно решить вопросы технического материального обеспечения и так далее. Вот здесь я обязана, как директор, потому что кайф делать выставки своими ручками, кайф жить ночами, потому что когда ты пальцами прикасаешься к работам, которые ты в ромде выбрал, все. Вот в этот момент они говорят с тобой на другом языке. Помните сказку Андерсона? Там вещи заговорили. Ночь. И вещи заговорили. Это же великий шепот, да, от того, что нас окружает. Вот по ночам на монтаже с тобой говорят работу. Это колоссальное счастье. В этот момент ты их слышишь, ты понимаешь, что чего-то ты не понимал вообще. Вот это удовольствие, за все удовольствия в Жене надо платить. Понимаете, за все. Ничего просто так не дается. За это надо платить. Тем, что каждую минуту в шоке, как ты заплатишь зарплату, как ты расплатишься за проект, где ты сведешь концы с концами в бюджете. Я не знаю, сколько денег у меня в кошельке. Искренне. Но если меня спросите, что у меня сейчас с бюджетом, я вам все цифры назову. Понимаете, потому что это не мой бюджет. Это гораздо более важно. Я приспособлюсь к чему угодно. К счастью, у меня нет времени, поэтому я не транжирю много денег. Если бы у меня было время, когда у меня оно появляется секундами, я их транжирю. Ну, можно не транжирить. Но в музее надо все беречь и за все отвечать. Стройка. Почему я здесь не умерла 5 лет, находясь каждый день на стройке, никто не знает. Четыре ремонта. Черт побери, всего тысяч квадратных метров начались. В июне для отца до сих пор должны были закончиться в школе Рученко 3 октября. И поссориться нельзя, потому что меня любят, и я люблю. И пожаловаться нельзя, потому что катком укатают. Значит, надо находить консенсус. И я понимаю там все. Я про челера понимаю, которые у меня до сих пор с момента сдачи музея, как милицейская мигалка, работают или не работают. Я все должна знать. И это не менеджер. Это знание и управление тем, в чем ты обязан разобраться. Когда я не понимаю, я сдаю вопросы, я консультируюсь. Но как бы математическая школа и сегодня мы сказали два образования, потому что теперь был карабиат. Бакалавриат. Вот. Это три года. Я три года на биофеке училась. И знаю, что каждый из нас пиксель в системе огромного биоциноза. У меня не возникает вопросов. Who I am? У меня есть обязанности. Каждую минуту нужно решать вопросы. Я уже давно живу, как минимум 25 лет, в музее 24. На следующий год у нас юбилей 25-летний. Я живу на минном поле. Потому что даже в секунду, когда тебе кажется, что наконец-то можешь подумать и вот решить то, что нужно решить на завтра, в этот момент рвется мина и у тебя прорывает труба. У тебя демонтируют оборудование, его выкидывают. На мой вопрос, зачем оно мешало клинингу, оно у меня на балансе. И это делают чужие люди. И надо договориться. Потому что всегда надо договориться, понимая, что вокруг тебя люди. И все происходит между людьми. И это живое слово. И пока мы еще видим друг друга, мы должны понимать, что наши проблемы, они не самые главные. Потому что где-то есть люди, которые страдают больше, у которых больше проблем. Что если мне не отвечает кто-то на звонок, то не надо в этот момент, да, впадать в истерику. Потому что этот человек может быть занят. И у него кроме моих проблем есть свои проблемы. Он выйдет на контакт. Просто потребуется больше времени. Вот если мы в кризис, будем солидарны. И чуть-чуть забудем, у кого на коленке маленькая царапинка. И не будем расчесывать свои собственные коленки. И поймем, что это проблемы у всех, то мы коллективными усилиями, как я говорю, я реально верю, что мы социальное, да, животное человечество. Социальное. Понимая друг друга, постаравшись убрать то, что мешает. Мешают комплексы. Они главный враг человека. Каждый. И не с каждым из них может бороться. Это я как психолог знаю. Но с ними надо жить, договариваться, да, внутри себя. Мешает зависть. Мешает алчность. Многое мешает. Если мы от этого откажемся, как было на войне, мы же сейчас подходим не только к тому, чего мы не знаем, что будет с эпидемией. Мы подходим к празднованию все-таки победы в Великой Отечественной войне. Она пять лет длилась. Но мир же выжил. Не дай Господь, чтобы трагедия повторилась. Но можно выжить, если быть людьми. Потому что в каждом из нас есть инь и янь. Есть болото и темные соки. Есть светлое, что можно разбудить. В любом самом страшном преступнике есть душа, есть совесть, есть любовь, есть жалость. И культура, это огромное привилегие в ней работать. Она все-таки в людях, даже когда показывает, как вы сказали, вывернутые тяжки, она все-таки взывает к нам, чтобы в нас вот это высокое появилось. Вот об искусстве, деньгах, биогеоцинозе, людях в большой социальной системе. И о разных временах мы говорили с мудрой и великой Ольгой Свибловой. Это был подкаст «Как вы это делаете?» Вы слушали эпизод подкаста «Как вы это делаете?» Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс в App Store и Google Play. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова